4 июня в четверг около 13 часов 40 минут на московском шоссе возле дома 22А произошла авария с семью автомобилями. Столкнулись тягачи, грузовик и газель. В результате аварии пострадали и другие автомобили, оказавшиеся рядом с ДТП. 30-летняя жительница города Рязань, управляя автомобилем Volkswagen Polo, не учла габариты своего транспортного средства. В результате перестроения совершила столкновение с грузовым автомобилем тягач с полуприцепом. От удара оба автомобиля оказались на встречной полосе, где грузовой автомобиль совершил столкновение также с грузовым автомобилем Hyundai, а автомобиль Volkswagen Polo совершил столкновение с автомобилем Gazelle. Также в дорожно-транспортном происшествии пострадал автомобиль Hyundai Santa Fe и два припаркованных автомобиля. Предварительно известно о трех пострадавших. Травмы получили водитель Hyundai, автоледи машины Volkswagen Polo, а также пассажир автомобиля Gazelle. Скорость была небольшая. Передо мной был еще один троллейбус 2113. По левой полосе шла фура. Фура шла на скорости. И в момент, когда она почти догнала меня, из-под меня выехал в левую полосу Volkswagen Polo. Он из-под меня выехал и вот прям чуть-чуть ему не хватило. То есть, прям вот они бамперами чуть-чуть цепанулись. И ее уже развернуло поперек, и она пошла под фуру. Фура начала вилять тут же. То есть, сначала они ко мне, я думал, в меня вы отбросите. Но я остановился, а они пролетели дальше, их уже унесло туда навстречу. Водитель Mercedes-Benz с полуприцепом рассказывает, что избежать аварии не было возможности. В результате дорожно-транспортного происшествия на московском шоссе на участке автодороги движение было полностью перекрыто. Сотрудниками госавтоинспекции в кратчайшие сроки в экстренном порядке был организован объезд этого места через улицы Народный бульвар и Юбилейное. Еще одна авария 4 июня произошла на пешеходном переходе у театра юного зрителя на Соборной. Жительница Рязанской области на автомобиле Санг-Йон совершила наезд на пересекающую на велосипеде проезжую часть девушку. В результате пострадавшая была с травмами доставлена в больницу. По словам водителя, велосипедистка была в наушниках. Мне уже вылетает девушка на велосипеде падает. Она одна ехала? Она ехала одна, она была на велосипеде и в наушниках. За эту неделю это уже вторая авария, где пострадавший в ДТП человек был в наушниках. Сотрудники ЕБДД считают, что на дороге не всегда можно увидеть опасность. Но ее можно услышать, а наушники или любой другой гаджет может этому помешать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!